В строю 28 ребят, учеников 33-й школы. В военной форме они неспроста. Через считанные минуты они станут кадетами. Своим громогласным клянусь, ребята обещают воспитывать в себе человеческие добродетели, быть премьером в учебе и военной подготовке. Примеры для подражания есть, даже не среди офицерского состава, а таких же школьников, как они. Вот Антон Бондарев, десятиклассник. Кадетам, как и эти ребята, он стал в пятом классе. Повлияла семья, тесно связанная с военной сферой. Я больше, наверное, вдохновленными. Хочу быть подражателем, быть такими же, как они, образованными, умными, служить Родине. Антон дослужился до сержанта. Заветная мечта – поступить после школы в Голицынский погранинститут ФСБ. Оценки у парня хорошо и отлично. Спортивная подготовка на уровне КМС по всестилевому карате. При поступлении все эти показатели свою роль сыграют. Есть мероприятия как спортивные, так и общественные. Когда ребенок участвует в этих мероприятиях, на него непосредственно руководство уже обращает свой взор и в дальнейшем поступлении помогает ребенку поступить в данное учебное заведение. Конкурс в Голицынский серьезный. Из всего кадетского класса в институт поступают обычно четыре человека. Требования жесткие. И те из ребят, кто выбрал себе путь военного, готовятся с пятого класса. Теперь после уроков у них будут курсы теоретической подготовки «Як одет» и практической «Меткий стрелок». Строевую, конечно же, никто не отменял. Статистика говорит о том, что не все поголовно из тех, кто сейчас в строю, выбирают военную специальность. Однако то, что ребята воспитают в себе волевые качества, преподаватели и шефы им гарантируют. А с крепким внутренним стержнем пути открыто куда больше. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.